И теперь трудятся на благо Пермского края и российского парного фигурного катания. Грузинского. Грузинского. Парного фигурного катания в данном составе. А потом они выйдут уже во благо российского. Ну что же, Диана Мухаммедзянова, Илья Миронов. На ваших экранах произвольная программа. Чесс. У вас же с Машей была же программа. Да, Олимпийский сезон 2002 года, Султлэк Сити. Хорошо, мы там, кстати, с двумя тройными тоже откатали. И с Тулбом, и с Альковым, и с дуплем, и все такое. И, в общем-то, очень непростая музыка. Сейчас посмотрим, расскажу. Хорошо, тройные подкрутки, хорошо. С ручками наверх. Ну что ж ты, а? А прямо упростили, такое ощущение, что она даже и не вкручивалась-то в тройной выброс флип. У них был он сделан прекрасно. Был сделан, отлично. На лут заходят. И опять. Нет, ребята, с таким настроем, конечно, сложно бороться за первое место в данном турнире. Я не обвиняю, ошибки случаются. Это все-таки сложный спорт. Хороший выход из поддержки. Поддержка была исполнена хорошо. Очень непростая музыка для дуэта. Сложно выразить, потому что шахматы очень... И я тоже думаю, что в свое время, ну как бы мы точно допустили ошибку, взяв это музыкальное произведение. На льду в парах. Пошли они на два самых сложных своих прыжка, на два самых сложных элемента. Лут флип и оба она не сделала. Оба не сделала, но такое бывает, потому что основной турнир прошел, и все равно ребята выдохнули где-то. И... Выбор сальхов. Ну, умница. Ну, легко. И вообще, не без вопросов. А в прыжках такое ощущение, кто знает, может быть, отпраздновали тортиком каким-то, лишние там граммы появились. Все это очень важно для тройных прыжков, потому что сложно это все делать. Конечно, ценится это высоко, но это очень сложно. А у Дианы, мне кажется, сейчас такой период такой, достаточно переходный, да. Она сейчас в таком, как ты видишь, периоде, когда она может легко набрать. Она может и скинуть легко, кстати. Да. Но и набрать. Но и набрать быстро, да. Сама даже не заметит, как набрала. Называется, я же ела одну морковку плюс полкило. Ой, вот это, конечно, очень сложно. И относительно выбора музыкальных произведений в парах, в танцах, в парах, когда есть девушка и юноша, да. Все-таки хочется видеть какие-то отношения. Не важно, какие. Драма ли это, трагедия, комедия, что-то еще более веселое, что-то грустно-веселое, мелодраму, что угодно. Это всегда в шахматах, это сложнее изобразить, и тем более на льду. Ну да, на самом деле, получается, что-то одушевление, не одушевление.